Верховная Рада Украины приняла постановление, закон о том, что Украина теперь не имеет вне блокового статуса и всеми своими структурами разворачивается в сторону Запада. Речь идет о встраивании системы НАТО. Чем это грозит России? Это грозит России хотя бы тем, что, естественно, Украину НАТО в ближайшее время не примут, поскольку ее действия, ее статус противоречит условиям приема данной военной блок. Однако, это поспособствует созданию у населения Европы, Соединенных Штатов и других членов блока впечатлению о том, что Украина дружественное государство, которое необходимо помогать, которое обращается к НАТО за помощью, за защитой от агрессора, как они называют Россию. Естественно, поскольку война у нас не только не прекращалась, но ожидается ее расширение, по крайней мере к этому именно готовятся украинские войска, помощь со стороны Запада позволит Украине вести полномасштабную войну против России. Они к ней готовятся. Все сейчас заявления ряда наших, так называемых, переговорщиков о том, что Украина готова на примирение, что в рамках минских договоренностей возможен некий прогресс, они не соответствуют действительности. Украина сосредотачивает армию, наращивает свой военный потенциал, получает уже сейчас массированное вооружение, западных образцов танки, ВТР, системы залпового огня, тяжелую артиллерию и планирует весной решить вопрос Новороссии силовым путем. Не собирается идти ни на какие уступки. После Новороссии неизбежно последует. В принципе, эта агрессия уже началась хотя бы в виде того, что Украина формирует из русских нацистов, которые перешли на ее территорию, целые подразделения. Эти нацисты не скрывают своих планов сразу после победоносного, как они считают, завершения войны в Донбассе, вторгнуться на территорию России и принести войну на ее территорию. Известно, что в Москве существуют силы, которые делают очень многое для того, чтобы слить народное ополчение Донбасса и чтобы фактически поставить крест на независимости Новороссии, которая сейчас добывается в бою. Скажите, кому выгодно, чтобы действительно республики Луганская и Донецкая прекратили фактически свое существование? В первую очередь, в прекращении существования республики выгодно нашей пятой колонии, то есть части значительной олигархии, части высшего чиновничьего аппарата, который слился с этой олигархией, имеет свои финансовые интересы на Западе. Это выгодно на самом деле всем нашим высшим чиновникам и олигархам, которые имеют собственность с семьей и с капиталами на Западе. Поэтому они именно по ним ударили эти санкции, именно на них они были направлены в первую очередь. Именно на них делается упор в расчете на то, что они своим колоссальным влиянием через свои позиции в органах власти обеспечат капитуляцию России, а впоследствии ее распад. Уходит 2014 год. Скажите, какой главный итог уходящего года для вас лично и для вашей структуры? Для движения Новороссия итог промежуточный, поскольку мы только формируемся, только разворачиваем свою деятельность. Поэтому говорить о том, что мы что-то достигли в рамках движения, я считаю, рано. Мы сделали только первые шаги в развертывании своей работы. А с учетом того, что нам, к сожалению, никакой государственной поддержки не поступают, эти шаги даются нам с трудом. Мы существуем только за счет пожертвований граждан и осуществляем свою работу тоже за счет тех средств, которые собирают российские патриоты на помощь Новороссии. Что же касается главных итогов года, то год начался с оглушительной, выдающейся победы под знаменем русского наступления, а заканчивается под знаком готовящейся капитуляции. Поэтому год, конечно, был неоднозначный. Год тяжелый, год военный. Следующий год, я полагаю, будет намного тяжелее. К сожалению, я не могу сказать, что пока однозначно, что следующий год принесет России успех в ее внешней и внутренней политике. Это все будет зависеть от действий. Сейчас все на ласке. Игорь Иванович, но не самые оптимистические ваши прогнозы, тем не менее на их фоне можно сказать, что военторг работает и из России по-прежнему идет в Новороссию приток и добровольцев. Известно, что и снаряжение переправляется. То есть нельзя сказать, что поставили полностью крест на этих проектах? Я полагаю, что в России, кроме пятой колонны, существует еще большое количество людей, которые искренне и всем сердцем поддерживают Новороссию, русский народ Новороссии, а также русский народ Украины. И те с патриотической силой в самом чисто украинском народе, которые тоже есть, поскольку украинский народ является частью большого русского народа, на мой взгляд. Все эти силы получают поддержку, естественно. И, естественно, патриоты России и большой России есть и в органах власти, есть и среди людей состоятельных. Новороссия, на самом деле, разбудила мощнейшую патриотическую волну в России. Эта волна, как бы ее сейчас ни пытались загасить, она не желает спадать. Люди почувствовали национальную гордость. Люди увидели реальную возможность восстановить суверенитет. Люди поверили в своего президента, который поднял эту волну, который непосредственно осуществил действия, нацеленные на восстановление суверенитета. И мы, мы, я могу сказать так, в наступающем году еще дадим бой пятой колонии, и я надеюсь, мы победим. А если завтра война, если события снова развернутся по непредсказуемому сценарию, вы не исключаете свое возвращение в строй, хотя бы как рядовым бойцом, офицером подразделения какого-то? Для меня занятие гуманитаркой, это, конечно же, не свойственная деятельность. В других вопросах обеспечения, снабжения, финансирования я разбираюсь очень слабо. Единственное, что опыт, который я приобрел, это вот непосредственно в Новороссии, когда некому было организовывать тыл, и, соответственно, мне приходилось заниматься этими вопросами. Частично этот опыт я использую сейчас. Что касается непосредственного участия в боевых действиях, я хочу сказать, что, во-первых, я являюсь, конечно же, офицером запаса Федеральной службы безопасности. И в случае широкомасштабной войны, я надеюсь, что меня могут мобилизовать. Но если же большой войны не будет, если в Новороссии потребуется мой опыт, мои знания, в конце концов, мои руки, если это мое участие в новороссийских событиях не нанесет вреда, то я немедленно приду туда и буду снова работать. Это сейчас, на данный момент, именно в связи с условиями, которые создала пятая колонна, мое преднахождение там способно больше навредить, чем помочь. История показывает, что говорить с фашистами, с убийцами детей, женщин, стариков бессмысленно, потому что только распаляет агрессора. Что подсказывает вам опыт, как историка, как оперативника, как командира? На каких рубежах должны остановиться ополченцы Донбасса, защитники Новороссии, в противодействии, в противостояниях хунте киевской и западным формированиям? Рубежи должны быть ограничены, как военный человек, вам говорю, результатами наступления. Я полагаю, что без полного разгрома армии и хунта, без полного уничтожения военно-политического строя, который сейчас сложился в Киев, невозможно будет останавливаться ни на каких рубежах. Потому что любые рубежи будут использованы вновь противникам для сосредоточения своих сил, для восстановления, для переброски новой западной помощи, в том числе непосредственно соединений так называемых союзников Украины и ЗНАД. А, собственно говоря, этот процесс уже начинается к весне, он, я думаю, развернется. Поэтому только полный разгром хунта обеспечит мир Новороссии. А уже после полного разгрома можно будет определять границы Новороссии и Украины. Это вопрос, который я не могу сейчас решать, поскольку не обладаю никакими полномочиями даже для его обсуждения. Спасибо за беседу.